В Алтайском крае впервые проходит межрегиональный форум татарской молодежи «Молодые сердца». В Барнаул приехали делегаты из 10 регионов России, а также Казахстана. И сегодня у нас в гостях один из организаторов Артем Зинатулин. У него и спросим, чем живет сейчас татарская молодежь и каковы цели и задачи форума. Артем, здравствуй. Здравствуйте. Рассказываю, с какой целью собрались, почему именно на территории Алтайского края? Идея проведения мероприятия на территории Алтайского края, которая была бы связана с татарской молодежью, возникла у нас уже давно, 3 года назад. Но мы долго шли этот путь от идеи к реализации, и в итоге, полгода назад мы придумали проект проведения образовательного форума на Алтае. То есть мы искали повод для встречи татарской молодежи с разных регионов для проведения здесь мероприятия. То есть на территории Алтая многие хотят побывать. Алтай – это привлекательная, интересная для многих территория. Это наша историческая прародина всех тюркских народов. Многие хотят прикоснуться к древней истории. А поскольку в Алтайском крае очень большое, хорошо развитое общественное движение и очень много интересных, грамотных проектов, общественных деятелей, мы решили, что Греф не поделится таким опытом с татарским движением, потому что сейчас татарское движение находится на определенном этапе реформирования, развития. Люди хотят отходить от старых форматов, шаблонов и использовать что-то новое. Поэтому мы решили интересующихся людей и грамотных экспертов соединить в одном месте, чтобы они обменялись мнениями, опытом и смогли придумать новые интересные проекты. Ну какая-то конкретная тематика или разные будут предложения, разные идеи? К сожалению, все необъятное невозможно, конечно же, поэтому надо брать конкретные проблемы и конкретные направления. У нас три основных темы форума. Это лидерство и команда образования, социальное проектирование и национальная культура в современном мире. Это очень важный момент, потому что современные культуры и современный мир, они давлеют, влияют очень сильно на культуру народов. И традиционная культура, она не развивающаяся, не подстраивающаяся под новые форматы, она как деградирует и стагнирует. То есть мы хотим, чтобы татарская культура современная, она заявляла о себе, чтобы люди слышали современную татарскую культуру в том числе. И могли красиво и с интересом преподнести неносителям татарской культуры. А вообще, насколько комфортно живется представителям вашей национальности на территории России, в Алтайском крае в частности? В целом, татары это второй по численности народ Российской Федерации. Это, можно сказать, второй государство, образующий народ, с богатой историей, с тесно переплетенной историей многих народов России. И в целом, многие территории являются, можно сказать, родными. То есть нельзя сказать, что на территории Алтая татары и пришлое население. Это, можно сказать, тоже часть коренного населения. И в целом, единственный только фактор, ну это определенное, ввиду количества проживающих людей, это определенная культурно-языковая ассимиляция. То есть это, наверное, единственная главная проблема, которой сталкиваются люди, потому что в бытовом общении у нас нет необходимости использовать татарскую речь, татарскую культуру. В том объеме, как, например, в Поволжье и Заурале, где можно попасть в районы, где все разговаривают только по татарски. Только, то есть, если вы не знаете татарский язык, будет даже немножко тяжело. Это непривычно в территории, что у нас в стране такое возможно. Вот татарская молодежь и ее интересы как-то отличаются от интересов других ребят, например, русских. Или все же молодежь есть молодежь? Вообще, в целом, молодежь, да, она в любом случае молодежь, каждое новое поколение, она хочет чего-то нового, она ищет что-то свое, свои какие-то особенности. Конечно же, культура, традиции, обычаи, религии, они накладывают свои особенности. То есть определенные отличия есть, но интересы совпадают. И на этих интересах мы, кстати, и часто строим работу, потому что нам часто говорят, что мы бы хотели посетить ваш центр, но как посетить? Мы не татары, у нас даже нет предков, родственников, это не проблема. Татарский центр и наше общественное движение, оно открыто для других. Татарская, это скорее как вывеска, как логотип, который привлекает к себе внимание. И через таких людей мы транслируем и несем свою культуру дальше. То есть в какой-то мере сейчас татарская культура, она находится как будто в параллельном мире определенном, и хотелось бы отнести ее в сроки массы. Подходит к завершению второй день работы форума. О чем уже удалось поговорить, какие темы обсудить? Сегодня у нас прошло официальное открытие. То есть мы все делегаты уже приехали, разместились, включились полностью в работу. Сегодня у нас прошло официальное открытие и круглый стол по теме потенциала молодежи в социальном проектировании в сфере национальной политики. Была очень живая и интересная дискуссия. Выступали как представители Алтайского края, делегаты извне. Был обмен мнениями. Очень такая конструктивная дискуссия, где люди могли спокойно обменяться своим мнением и представить его. Вот встретились, пообщались, обменялись мнениями и разъехались? Или будет какой-то итог, результат? Главный момент, что они сюда приедут, в первую очередь учиться. То есть вообще неофициальный слоган это «учись и отдыхай». То есть отдыхают они через посещение Алтайского края, а учатся через мастер-классы. Большое количество экспертов, которые в разных областях бизнеса, образования, общественной деятельности, они расскажут о своем опыте в рамках этих указанных трех тем и предложат ребятам свою информацию, чтобы они могли это переделать в проекты на определенной тематике. То есть в конце мы разбиваем делегатов на команды, и каждая команда выбирает определенную проблему и делает в ней проект. По итогам мы отдаем все эти проекты им, и они реализуют их в своих регионах. Жуж, продолжайте учиться и, в общем-то, отдыхать. Спасибо, что пришли к нам в студию. Вам спасибо. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях Артем Зинатулин, организатор форума «Татарской молодежи. Молодые сердца».